Государственный пожарный надзор совместно с представителями администрации городского круга Щелкова проводим профилактический рейд в условиях зимнего пожароопасного периода. Позвольте посмотреть на работу вашей печи. Хорошо, идемте посмотрим. Галина Леонидовна приглашает инспекторов в дом. В эти дни Государственный пожарный надзор, Щелковские спасатели и сотрудники администрации регулярно напоминают тем, кто зимует в частном секторе, о типичных ошибках, допускаемых при эксплуатации дровяных печей. Обслуживание печного и газового оборудования лучше всего доверить специалистам. И такие люди работают в районном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества. Состояние печи оценивает специалист по эксплуатации печного оборудования и систем пожаротушения Игорь Воронин. Игорь Витальевич возглавляет Щелковское отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. «Просим вас, обратив внимание, что печи разжигать горючими жидкостями, всякими смесями для розжига, керосином, бензином категорически запрещено. Это может привести не только к быстрому пожару, но и к взрыву самого здания и самой печи». Перед тем, как разжечь огонь в топочной камере, эксперт рекомендует выполнить несколько простых операций. «Обязательно нужно прочистить зольники, прочистить топочную и прочистить каналы, по которым выходят газы при отоплении. Они должны быть чистыми. Также нужно будет проверить дымоход, который выходит выше крыши». Чистить дымоход нужно каждые два месяца. По оперативным сводкам, именно из-за неисправного дымохода или перекаливания печи едва ли не каждую неделю в городском округе горят дома. «Состояние на 25 февраля 2021 года произошло 72 пожара. В аналогичном периоде прошлого года 69 пожаров. Основные причины пожара являются неисправность трубы дымохода или отопительной печи. Ежедневно осматривать состояние трубы дымохода печи на предметы трещин. Очень важно не оставлять топку печи на присмотр малолетних детей». При осмотре печи инспекторы дали Галине Леонидовне несколько рекомендаций. Во-первых, воздуховой от печи до самой кровли следует изолировать от горючих материалов. Эти работы лучше предусмотреть на стадии строительства дома. Не стоит ближе, чем на полметра от печи, вешать на стены календари предметы из картона и бумаги. Во всех помещениях будет не лишним установить автономные пожарные извещатели. У Галины Леонидовны такой датчик был, но после срабатывания на табачный дым хозяева решили его снять. И напрасно. Ночью при задымлении прибор разбудит хозяев. Главный вывод подобных комиссионных рейдов для жителей домов с печным отоплением – будьте внимательны и не экономьте наличные безопасности.